Good morning! Большое спасибо! Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем! Я должен еще раз извиниться за то, что я отсутствовал. Сейчас я далеко, в Гааге нахожусь, так что для меня уже добрый день. Как указано в повестке дня, и я упомянул это в понедельник, в первый день нашей сессии. Что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно провести обсуждение в формате круглого стола, который посвящен тому коллоквиуму, который мы провели на этой неделе. С тем, чтобы в ходе обсуждения в формате круглого стола рабочая группа рассмотрела возможную будущую работу для того, чтобы затем комиссия смогла изучить наше обсуждение и принять решение о том, какая будущая работа может быть запланирована для рабочей группы. В этой связи мне хотелось бы напомнить, что цель этого круглого стола не заключается в том, чтобы определиться по будущей работе. Это не наша задача, это задача комиссии. Наша задача предоставить информацию о том, что думает рабочая группа после коллоквиума на этой неделе касательно возможных вариантов будущей работы. Как я также сказал в понедельник, исходя из наших обсуждений на этой неделе и тех обсуждений, которые мы проведем сейчас в формате круглого стола, секретариат подготовит доклад, и этот доклад будет представлен комиссией для дальнейшего рассмотрения этого вопроса. Каким образом я предлагаю построить наше обсуждение? Во-первых, хотелось бы сказать, что с учетом того, как много времени повторяется, что нам нужно добиться эффективности в ходе арбитража и регулирования различных споров, и нужно своевременно все это делать. По всем тематикам говорилось об эффективности. Так что мне хотелось бы сказать, что сегодня мы особенно эффективно построим работу и завершим наше обсуждение в первой половине дня, сегодня утром. Я уверен, что те, кто присоединились онлайн, наверняка предпочтут как раз, если мы завершим работу до обеденного перерыва. Как мне представляется, это возможно. У нас уже состоялось обсуждение, как мне представляется. Я считаю, что вполне возможно, чтобы мы провели круглый стол в ходе тех двух часов, которые выделены на утреннюю сессию, утреннюю по нью-йоркскому времени. Я уверен, что нам удастся, как и ранее, добиться этого. Каким образом я предлагаю построить наше обсуждение по круглому столу? Хотелось бы предоставить слово на пять минут каждому модератору по каждой из четырех тем, которые мы рассматривали на коллоквиуме на этой неделе. И хотелось бы предложить, чтобы я дал им слово в том порядке, в котором мы обсуждали вопросы и каждую тему на коллоквиуме. Затем, после презентации каждого модератора, предлагаю, чтобы мы провели обсуждение среди делегатов рабочей группы о том, как я сказал, каково мнение рабочей группы касательно этих разных тем. Возможно, будущая работа или наша будущая работа. В любом случае, после этих 20 минут примерно презентации модераторов хотелось бы поделиться своими замечаниями о впечатлениях, которые у меня сложились, выслушав обсуждение на этой неделе, и определенно предложить темы для обсуждения рабочей группы и ее рассмотрения. Итак, если приемлемо такой порядок работы, тогда без дальнейших проволочек я хотел бы предоставить слово нашему секретарю, нашему секретарю, и она срезюмирует первую тему урегулирования споров в условиях цифровой экономики. Я вижу, что... Я чувствую, что сидящие в зале кивают головой, поэтому, Анна, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо, председатель! Я восхищаюсь вашей способностью видеть, как виртуально кивают головой, но действительно в зале сложилось такое ощущение, что вы очень хорошо руководите нашей работой в этот последний день нашей сессии. Так мне выпала честь выступить модератором на первой части нашего коллоквиума. Он был посвящен различным темам, которые были выделены для проекта урегулирования споров в этой цифровой экономике, в частности, подытоживания. Это цель данного проекта. Нам хотелось бы обсудить с рабочей группой вопрос о том, насколько нам удалось отразить нужные темы для этого проекта, а также кратко обсудить методологию проведения этой работы по подведению итогов. Итак, ряд ораторов рассказали об опыте использования технологий для того, чтобы преодолеть проблемы, которые возникли из-за пандемии. В частности, очень много мы услышали о виртуальных слушаниях, о протоколах виртуальных слушаний, о технологическом опыте с проведением виртуальных слушаний, о заслушивании свидетелей в этом виртуальном контексте. И также и те, кто на практике занимаются, высказались по этой теме, и два делегата рабочей группы представили свои взгляды на это использование технологий в поддержку осуществления арбитража в виртуальном контексте. Что мы еще заслушали? Это то, что скорее касается последующих сессий, но также мы заслушали сообщения о технологических решениях, которые могут либо поддержать, либо обеспечить аналогичные услуги урегулирования споров. Мы заслушали сообщения об использовании платформ для того, чтобы ввести урегулирование споров, а также способствовать организации конференций, проведению заслушивания свидетельских показаний, документы по конкретным делам. В частности, Тоби Ландау и Лиза Аллен говорили о том, что технология – это не только инструмент, который успешно используется в арбитражных разбирательствах, но также потенциально может расширить предложения по урегулированию споров. И этот аспект мы также изучили. Итак, в плане методологии, что мы обсудили очень кратко, но, как мне представляется, мы включим это в наш доклад, и это подход к этим технологиям не с точки зрения технологий, как таковых, а под таким ракурсом, как это может поддерживать, способствовать или срывать арбитраж и другие формы урегулирования споров, как они нам известны. И затем, изучив это, мы рассмотрим вопрос о том, как существующие тексты Янситрал, на самом-то деле, как на них сказались эти новые технологии. Можем ли мы, исходя из этого, выделить какие-то возможности для дополнительных текстов или стандартов, чтобы сопровождать этот сдвиг в том, как важны технологии в международном урегулировании споров. Вот, собственно, то, что мне хотелось подытожить для вас, председатель. И, опять-таки, конечно же, нам предстоит проделать большую работу по линии нашего проекта. Нужно будет подытожить многое. Очень полезны были для нас выступления и многочисленные примеры, которые были даны в ходе сессии, для того, чтобы мы руководствовались этим в нашей работе по подытоживанию, к которой мы приступим после того, как завершится сессия комиссии. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, Анна, за то, как вы четко и кратко раскрыли тему. Это очень хорошо обозначает, что обсуждалось, и мы сможем кратко обсудить это позднее. Определенные вызовы, конечно же, у нас возникли в плане методологии. Нам нужно верно все отразить, и то резюме, которое вы представили, как раз соответствует всем этим требованиям. Теперь хотелось бы предоставить слово нашему второму модератору. Я так понимаю, что наш второй модератор подключился онлайн. Джеймс, к сожалению, не смог подключиться, поэтому я от его имени выступлю. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Господин Джеймс модерировал сессию по урегулированию споров онлайн. Хотелось бы подытожить его резюме, поскольку это немножко слишком длинно для пяти минут. Итак, это четвертая сессия. Это онлайн-платформа для урегулирования споров. Была сделана ссылка на проект департамента юстиции. Секретаря также участвует в этом в этом проекте. Итак, какие обсуждения состоялись во время второго заседания? Они подытожены в рабочем документе 2.2.3. Определенных элементов коснулись также и ораторы. Ораторы также говорили, эксперты говорили о том, как изучить эту разработку международного юридического документа, который мог бы способствовать доступу к правосудию за счет использования этой платформы в международном плане и как внедрить стандарты для того, чтобы структурировать эти слушания онлайн. Многие ораторы, выступавшие на колоколе, говорили об этом первая презентация разъяснила, каким образом использовались онлайн-платформы для торговли, а также для урегулирования споров. Онлайн говорилось о двух видах платформ. Первая платформа, в которой заложен уже механизм для урегулирования споров между пользователями и операторами, а также платформы урегулирования споров онлайн, в которых только предоставляются либо услуги по урегулированию споров отдельно выделены. Говорилось о должном согласии, о признании приведения в исполнение, о роли, о средствах защиты и о других аспектах. Также состоялся обмен практическим опытом эксплуатации этих платформ в США, в частности, в Колумбии и Чили, то есть в разных регионах, а также трудности, с которыми столкнулись эти учреждения. В частности, говорилось об отсутствии правовых стандартов. Также проблемы с имплементацией этих стандартов, в частности, правовые различные ограничительные моменты в разных юрисдикциях, ограничения по бюджету, затем проблемы применения этого в удаленных районах и системы каждой частной компании, которая действует в разных юрисдикциях. Это также было упомянуто. Работа над тем, чтобы регулировать споры между коммерческими предприятиями и между предприятиями и потребителями также актуально для того, чтобы разработать международный правовой инструмент по минимальным стандартам. Было высказано намерение о том, чтобы продолжать вносить вклад. Следующая область презентации сосредоточилась на тех выборах, с которыми сталкиваются поставщики этих услуг урегулирования споров в режиме онлайн. Нужно создать задел передовой практики использования технологий для того, чтобы расширить доступ к правосудию, а не ограничивать его. Работа других организаций по стандартам урегулирования споров в режиме онлайн также была упомянута и говорила, что эти стандарты нужно рассматривать на исходном, начальном этапе, а не в порядке реагирования. Важно поощрять урегулирование споров в режиме онлайн. в дальнейшем также мы услышали о критических взглядах на существующие технические записки в ЮНСИТРАЛ по этому регулированию споров в режиме онлайн, а также говорилось о том, что разрабатывается в ИСО, в ОПЕКе, о том, какие технические дополнения можно было бы использовать в нашей будущей работе. Еще несколько моментов, которые были упомянуты в ходе дискуссии. Как с небольшими какими-то претензиями разбираться за тем споры между допустим потребителями и продавцами или в контексте споров между предприятиями также прозвучал призыв проделать дополнительную работу и также была сделана ссылка на работу, которую проделывает ОПЕК. Также прозвучал призыв о том, что работа должна сосредоточиться больше на коммерческих аспектах, а не нормативной работе. Важно дополнительную информацию собрать по тому, как используется урегулирование споров в режиме онлайн. Также было высказано, что уже очень много есть данных по данному урегулированию споров и важно провести исследование в мире для того, чтобы обобщить эти данные и выяснить, какая работа была проделана с тех пор, как были опубликованы эти технические записки. Также были высказаны сомнения на тот счет, что обстоятельства, из-за которых затягивается или откладывается обсуждение технической записки по-прежнему существует в нынешних условиях и, может быть, этот вопрос еще не созрел для обсуждения. Затем механизм проведения в исполнении тех решений, которые выносятся в порядке урегулирования споров в режиме онлайн, была сделана ссылка на использование технологий для проведения в исполнение также. Как мне кажется, это резюме того, что обсуждалось на четвертой сессии, применительно к этим платформам онлайн, используемым для урегулирования споров. Слово вам, председатель. Большое спасибо, Джей. Очень всеобъемлюще, хотя и кратко, с учетом всех различных аспектов вы отразили обсуждение в ходе сессии того, как эти вопросы урегулирования споров онлайн, как они выглядят, как это актуально применить на контекст урегулирования споров разных регионов, правовые, технические проблемы, которые возникают при урегулировании споров в режиме онлайн. И таким образом у рабочей группы четкое представление составляется о том, что обсуждалось. При этом хотелось бы теперь вновь вернуть вам слово. Нет, сначала Джудит. Прошу прощения, Джудит, сначала вам слово, потому что Джудит была модератором раздела, на котором обсуждался вопрос адъюдикации, вынесения судебных решений. Она расскажет кратко о том, как обсуждался вопрос об адъюдикации. Джудит, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Да, действительно, для меня огромное удовольствие доложить о сессии, которую мы провели в среду и которая была посвящена адъюдикации. во-первых, мы обосновали это предложение, как то изложено в нашем рабочем документе 225. Мы заслушали, в чем цель этого предложения оперативно провести процедуру, которая позволит вынести решение, которое нужно будет выполнять, но которое может быть оспорено в контексте полномасштабного арбитража в соответствии с правилами Централа по арбитражу. Адъюдикация позволит обеспечить платеж, но также будет соответствовать требованиям касательно того, чтобы обжаловать это решение. Что такое адъюдикация? Это обеспечение потока наличности, исправление ситуации кредитора и дебитора, и таким образом не будет никаких сбоев в осуществлении проекта. Уважение должного разбирательства, справедливость, быстрое принятие решение, это считается ключевыми преимуществами, сопряженными с адъюдикацией. Было подчеркнуто, что для того, чтобы спорящие стороны смогли открыть это дело и передать спор на рассмотрение арбитража, сначала нужно выполнить решение адъюдикатора. Мы заслушали разные сообщения о национальном опыте Соединенного Королевства, Канада, Филиппина, Сингапур. И мы также заслушали сообщения о том, что адъюдикация это успешный инструмент во многих юрисдикциях, прежде всего во внутреннем контексте, применительно прежде всего к строительной сфере, но также в равной мере это может использоваться и при урегулировании споров по долгосрочным контрактам, например, какие-то постоянные регулярные платежи, скажем, по лицензиям и так далее, или в других контекстах, где поток наличности имеет ключевое значение для осуществления проекта, и где нужно оперативно принять решение для того, чтобы исправить положение дел. В дополнение к этому мы выслушали сообщение о том, что, как правило, решение удовлетворяет стороны, и таким образом принимается в качестве окончательного решения. и число споров в этой области в этих юрисдикциях, где есть и было принято законодательство по одедикации, эти споры значительно сократились. Сообщали о том, что предприятиям нужны такие инструменты, как одедикация, например, в Канаде был сформулирован запрос, и одедикация была внедрена и намного быстрее это развивается. Таким образом, как первоначально, это даже не ожидалось. Мы услышали, что одедикация существует не только в странах, где действует общее право, но и, как подтверждает премьер Квебека, это было также успешно внедрено и в юрисдикции, где действует гражданское право. Говорилось о том, что инструменты, которые позволят добиться аналогичного успешного результата с обеспечением платежей, существуют во многих юрисдикциях. Также было бы помянуто, что в тех юрисдикциях, где нет такой уставной, предусмотренной законом одедикацией, можно обеспечить одедикацию на основе договора. Это сопряжено с большими значительными экономическими преимуществами, однако, в отсутствии законодательства оба одедикации подобное решение одедикационное нельзя так просто провести в исполнении, и неопределенность может привести к тому, что стороны будут воздерживаться от одедикации, которая может восприниматься лишь как что-то, что ведет к дополнительным затратам. Мы услышали о том, что эта обеспокоенность была также подкреплена обычным правом. Решение одедикационное, в частности, не подлежит проведению в исполнении, истец вынужден был пойти по пути арбитража, или, если стороны не смогли вначале создать одедикационные органы, не было создано механизма для того, чтобы назначить одедикатора после того, как возник спор. Итак, в качестве общего замечания было высказано, что будущая работа по одедикации должна исходить из потребностей пользователей предприятий бизнеса, а также исходить из осуществимости этой работы. Высказались в поддержку определенной исследовательской работы, в частности, с упором на, во-первых, одедикации или аналогичные процедуры в качестве эффективного способа регулирования споров по долгосрочным контрактам, в общем и целом, и второе в качестве способа обеспечения приведения к исполнению промежуточных временных решений. Мы услышали также о возможной форме инструментов, это могут быть и типовые договоры, типовые законы по договорам, или какая-то даже конвенция, или положение по одедикации в порядке арбитража. говорилось о том, что нужно лучше регулировать это во внутреннем законодательстве или в договорах, и также говорилось о том, что во многих юрисдикциях эта концепция не является знакомой, и таким образом сложно будет добиться унификации. У меня все, передаю слово председателю. Спасибо большое, Джудит. Опять-таки, ваша презентация очень тщательная, всеохватная, вы смогли обозначить различные вопросы, которые проступили исходя из сообщений экспертов, а также замечаний различных делегатов. Это очень хороший контекст того обсуждения, которое у нас состоится позднее по этому вопросу. Спасибо. Теперь хотелось бы предоставить слово последнему модератору Джей, который был модератором на том разделе, где мы говорили о проектах положений по урегулированию споров, связанных с технологиями. Джей, пожалуйста, вам слово. Спасибо, председатель. Как вам известно, сессии с 6 по 8 в среду и в четверг были посвящены урегулированию споров, связанных с технологиями. Мои участники рассмотрели проекты положений, которые были подготовлены экспертами в рамках того, что мы называем мозговым трестом. В начале сложилось такое мнение, что число споров, связанных с технологиями, увеличивается, поэтому нужно выяснить, каким образом нынешние стандарты можно было бы использовать для урегулирования этих споров или для того, чтобы какие-то руководящие указания арбитражным судам или сторонам представить, чтобы они могли подогнать их для своих арбитражных разбирателей. Проекты предложений об урегулировании споров, связанных с технологиями, которые в документе ОЦН-9, рабочая группа 2, рабочий документ 2.2.4 стимулировали обсуждение в ходе коллоквиума. Сложилось такое впечатление, что рамки, в которых будут действовать эти проекты предложений, нужно уточнить. Например, нужно выяснить, добавить ли это или заменит ли это типовой закон арбитража о правилах действующих. Нужно упростить эту процедуру более сжатые сроки, поэтому говорилось о том, что правила ускоренного арбитражного разбирательства енцитралы должны использоваться в качестве рамок, поскольку это обеспечит и более краткие сроки, в частности, для вынесения арбитражного решения, и в то же время это обеспечивает необходимую гибкость для судов и для сторон в соответствии с потребностями каждого конкретного дела. Что касается формы окончательного продукта, по этому нужно еще определиться, были высказаны сомнения касательно подготовки отдельных правил, которые будут применяться для урегулирования спора, связанных с технологиями, было высказано предпочтение о том, чтобы подготовить типовые положения, которые могли бы быть использованы сторонами, или руководящие документы о том, как текст можно было бы подогнать по требованию подобного урегулирования спора. в частности, говорилось о различных положениях по конфиденциальности, по назначению арбитров или по срокам вынесения арбитражного решения. Исходя из обсуждений, было отмечено, что определение споров, связанных с технологией, содержится в проекте. В проекте первоположения можно привести примеры, но нет целесообразности определять или давать какие-то характеристики вида споров, к которым относятся подобные типовые положения, поскольку их применение, как правило, относится на усмотрение сторон. Нужно обозначить охват, поскольку сторонами могут выступить какие-то новые стартапы, какие-то предприятия, которые сами постоянно эволюционируют. Также было упомянуто, что технологии все больше и больше становятся частью транзакций, и таким образом было бы громоздко стараться вычленить этот спор, связанный с технологией, от аспектов спора, которые не связаны с технологиями. Что касается числа арбитров, поддержали, в частности, единого арбитра, обладающего необходимыми техническими навыками, которые назначаются либо самими сторонами, или эксперт, который назначается сторонами или судом, в то же время было отмечено, что у сторон должна быть гибкость, необходимая для того, чтобы дополнительное число арбитров назначить, особенно, когда речь идет о каких-то сложных, комплексных вопросах. Что касается организация рассмотрения дела говорилось о том, что есть определенные вопросы, которые нужно обсудить, в частности, в проекте третьего предложения говорится об этом. Также отмечалось, что те вопросы, которым посвящены другие положения, в частности, назначение экспертов, конфиденциальности, соответствующие требования, затем работа с доказательствами и так далее, и сжатые сроки, эти вопросы нужно обсудить в ходе данных конференций по организации рассмотрения дела. С учетом значительной роли, которую будут отыграть эксперты в спорах, связанных с технологиями, также говорилось о том, что порядок назначения, а также вынесение постановления в этом арбитражном разбирательстве нужно уточнить взаимодействие с трибуналом и то, как эти различные выводы и как ими распоряжаются в ходе разбирательства, также должно быть предметом руководящих указаний. Говорилось о том, что нужно шестое и седьмое положение и соответствующие проекты, в частности, по конфиденциальности поступающих материалов и исходящих материалов. Говорилось также о том, что в рамке арбитража по Янситрала не урегулируют вопрос конфиденциальности. Это, опять-таки, остается на усмотрение сторон, хотя правила транспарентности были разработаны в контексте арбитража УСИК. Что касается технической, коммерческой, чувствительной информации, что находится как раз в центре этих споров, была высказана поддержка в пользу того, чтобы разработать клаузулы по конфиденциальности, которые будут применяться к сторонам. И, может быть, нужно доработать соответствующие проекты и уточнить их. Что касается проекта положения ВОСИ, по доказательствам данной, технической информации, также могли бы расцениваться как доказательств, хотя были выражены определенные сомнения касательно того, чтобы уточнить форму представления доказательств. Что касается пункта 3, где говорится об использовании технологий сторонами, в том числе искусственного интеллекта, прозвучали мнения о том, что положения, которые будут подготовлены, не должны пытаться приписывать порядок ведения арбитража, в особенности с использованием технологии. Подход должен быть более гибким в этом вопросе. Этот аспект сохранения гибкости был еще раз подчеркнут в ходе работы по проекту положений номер 8 и по проектам других положений. Наконец, что касается временного периода, быстрое урегулирование споров будет идеальным, в особенности в контексте технологических споров по поводу разработки программного обеспечения и финансирования стартапов. Конкретные примеры были приведены в этом вопросе. Подобные примеры могут полезно повлиять на работу. Прозвучала поддержка предоставления временных рамок, которые будут короткими, как об этом говорится в проекте положения 9. С другой стороны, прозвучали сомнения по поводу полезности навязывания подобных коротких периодов для самых разных споров, как об этом говорится, в проекте положения 1, в особенности не зная характер и сложность спора экспертов, которые будут участвовать, а также мер конфиденциальности или другие меры. Было упомянуто, что более короткие временные рамки могут усложнить рассмотрение конкретных споров. Прозвучали сомнения по поводу регуляторного характера положений, которые могут ограничить возможности арбитров, которые будут рассматривать то или иное дело. Участники выразили признательность экспертам, которые подготовили проект положений, и они считают, что это хорошая основа для обсуждений, что позволило нам получить пищу для размышления. Мы призываем предоставить конкретные примеры дел, которые имели технические особенности. Была отмечена необходимость быстрого урегулирования споров людей, которые имеют опыт в этих вопросах, и прозвучала поддержка того, чтобы секретарят продолжил работать с экспертами для того, чтобы выработать детальный проект положений. Что касается экспертов из различных частей мира, это небольшое резюме, которое... резюме обсуждений, которые состоялись в 6-8 сессии. делегатам. Благодарю вас, Джей, за ваш обстоятельный доклад того, что обсуждалось в проектах положений, которые были подготовлены экспертами по технологическим спорам. прежде чем мы начнем обсуждение, хочу предоставить слово делегатам. И я бы хотел сказать несколько слов о том, что мы только что услышали. Во-первых, я бы хотел напомнить рабочей группе о том, что я попросил секретариат подготовить доклад о предварительном решении. Этот доклад будет подготовлен до летней сессии. Хотел бы напомнить вам о том, что это будет подготовлено для комиссии. Я говорю об этом, потому что этот круглый стол предоставит нам возможность услышать мнение рабочей группы о будущем нашей работы. Второй момент, на котором я бы хотела остановиться, заключается в том, что мне кажется, выслушав различные доклады, что у нас есть два разных типа проектов. первый из них, как мне кажется, позволяет нам провести оценку. Это работа секретариата, а не рабочей группы. Тем не менее, мы в какой-то момент можем вернуться к этой работе, если рабочая группа принят подобное решение. Но эта работа будет проводиться секретариатом. Как об этом говорилось в ходе обсуждений и как это резюмировало уважаемый секретарь. Как я понимаю, и я прошу вас прокомментировать этот момент в том, что касается DRDE и ODR. У нас есть проекты, которые связаны с этой идеей оценки споров, связанных с цифровой экономикой. Я вижу, что это два отдельные проекта, которые должны пользоваться определенной независимостью. Они могут быть скоординированы безусловно на уровне секретариата при проведении оценки. Я также считаю, и я через несколько минут предоставлю слово вам, что дальнейшие определения вопросов, которые будут рассматриваться в ODRDE и ODR в том, что касается методологии. Это позволит улучшить проект. Проект ведется сейчас, и по моему мнению, эти проекты являются независимыми, однако мы должны понять, в чем эти проекты заключаются, в чем роль секретариата Юнситрал при проведении этого. Поэтому я предлагаю начать обсуждение этих двух вопросов, и потом перейти к обсуждению других двух вопросов, которые, по моему мнению, связаны с другими аспектами. Если вас это устраивает, я бы хотел предоставить слово уважаемым делегатам для того, чтобы прокомментировать первые две темы, которые связаны с более широкой оценкой, которую проводит секретариат. Это независимые проекты, которые связаны, тем не менее, по своей сути. и готов услышать любые мнения, которые есть у делегатов по этому вопросу, любые комментарии, с которыми они хотят выступить, для того, чтобы понять, какие вопросы мы должны включать, какова возможная методология проведения работы, и потом мы можем перейти к обсуждению двух других тем. Если возражений не будет, я предоставляю слово для комментариев по этим двум темам, которые, как я уже говорил, на мой взгляд, достаточно ясны. Это работа секретариата, не рабочей группы. Итак, Джей, уважаемая секретарь, если я не увижу в виртуальном формате, кто просит взять слово в зале, прошу вас мне помочь. В чате я вижу, кто просит взять слово, и я могу предоставлять слово в необходимом порядке. Однако, прошу вас помочь мне, если я не буду видеть, кто просит взять слово в зале. Да, конечно, хотел бы добавить, что мы надеемся на продолжение работы с экспертами, как мы это делали в прошлом. Мы принимаем к сведению то, что нам необходимо выслушивать экспертов из различных регионов, в особенности для споров, связанных с технологиями, и мы предлагаем экспертам из этой рабочей группы также сообщить нам о своей заинтересованности в участии в этой работе. Спасибо, вы говорите о первых двух вопросах, правильно? Да. Да, все правильно. Хотел бы добавить в этой связи, что я благодарен экспертам, которые хотят участвовать в этой работе, и я рад, что секретариат будет взаимодействовать с экспертами, проводить эту работу, будет участвовать в не здесь в группе, и взаимодействовать с теми, кто хочет заниматься этими двумя вопросами. Я вижу, что Сингапур просит взять слово в зале, и я вижу, что делегация Японии также хочет взять слово. Сингапур, слово вам. Благодарю вас, председатель. Наша делегация внимательно выслушала с большой заинтересованностью замечательную презентацию, которая прозвучала в рамках этого коллоквиума. Мы выслушали идеи рабочей группы по этому вопросу. Что касается DRDE, как было сказано в начале обсуждений, наша делегация поддерживает работу по оценке. Мы согласны с мнениями, которые прозвучали в ходе наших обсуждений по поводу того, что изменения, которые мы видим в цифровой сфере в результате пандемии, в результате быстрого развития использования технологий, это влияет на наши обычные методы урегулирования споров, которые были выработаны в соответствии исходя из того, что обсуждения проходят с личным участием. И на этой неделе мы можем пересмотреть свои взгляды, пересмотреть процессы и правила, поддержать технологии и все то, что они нам предоставляют, а также посмотреть на арбитраж посредничества и весь континуум этих процессов. Что касается вопросов, которые были заданы в документе, считаем, что следует более детально изучить конкретные рекомендации или передовую практику для того, чтобы обеспечить справедливость и равенство в вопросах использования технологий в контексте урегулирования споров, в особенности в том, что касается сохранения частного характера слушания онлайн, обмена документами и заслушивания свидетелей. Если есть какие-то пробелы, которые возникли в результате использования технологий, мы должны обновить текущие правила. Благодарю вас. Спасибо, уважаемая делегация Сингапура. Слово имеет уважаемый докладчик представитель Японии. Рад вас видеть, Такаши, после этого в моем списке Израиль. Благодарю вас за предоставленное мне слово. Да, я начну с вашего резюме, с того, как вы охарактеризовали оценку. Мы с вами согласны. Эта оценка будет проводиться с секретариатом. На мой взгляд, полезно было бы поддержать секретариат в вопросах методологии. И первый комментарий связан с тем, о чем я уже говорил ранее. Но я бы хотел повторить, что я выслушала выступления докладчиков, выступления делегатов. И считаем, что мы должны учитывать проблему потока информации. И для этого необходимо проводить работу для того, чтобы содействовать рассмотрению этих тем комиссии в будущем. Как вы говорили, председатель, нам необходимо изучить этот вопрос. И вопрос временных мер также может относиться к этой категории. Во-вторых, уважаемая секретарь предложила в ходе обсуждений, которые были резюмированы сегодня, использовать таксономический подход, посмотреть на работу в четвертой группе и использовать их опыт при проведении оценки. Я тоже об этом думал в ходе обсуждений. я следил за работой по транзакциям в ходе сессии четвертой группы. Изучил исследования ICC, IBA и считаю, что следует прежде всего создать категорию компиляции доступных технологических средств для арбитража. И можно добавить записку о том, как это рассматривается с использованием существующих инструментов ЮНСИТРАЛ, в том числе при проведении исследования практики на местах. Можно сопроводить это записками по текущим вопросам, таким как справедливость, трибуналы с использованием этих средств. Вот мои комментарии. На этом я остановлюсь. Спасибо. Благодарю вас, уважаемый представитель Японии. Хотел бы сказать несколько слов. Об этом говорила уважаемая секретарь таксономия. Мне кажется, что это хороший способ посмотреть на эту ситуацию, потому что методология важна и очень много вопросов на самых разных уровнях с различным содержанием. Поэтому необходимо смотреть на таксономию для того, чтобы понять, каковы направления работы, начиная с этой точки. Поэтому полезно было услышать то, о чем говорил уважаемый представитель Японии, по поводу того, как выявить верные вопросы и каким образом представить методологию. Далее Израиль. Вам слово. Благодарю вас, председатель, благодарю секретариат, делегацию Японии за предложения и интересные презентации. Мы поддерживаем проведение исследований по последним тенденциям в этих двух темах. Мы также поддерживаем предложение уважаемой делегации Японии расширить проект оценки и включить временные меры, а также судебную помощь трибуналам, в том числе аспекты правоохранительные. Просим секретариат посмотреть на наиболее актуальные вопросы для того, чтобы у рабочей группы была инфраструктура для будущей работы. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемая делегация Израиля. Инфраструктура как я поняла с выступлением делегации Японии, идея включить временные меры может быть включена в работу, в особенности, когда мы смотрим на таксономию компиляции и пытаемся понять, каковы приоритеты для секретариата. В моем списке Мексика Республика Корея и я вижу, что Канада просит взять слово. Мексика, вам слово. Благодарю вас, господин председатель. Два момента по этому вопросу. Во-первых, когда мы можем создать инструмент рекомендации записки в технологических вопросах, мы должны с осторожностью подходить к этим вопросам. Об этом говорили делегации и участники. Мы не должны предсказывать то, каким образом технологии будут развиваться. Мы должны с осторожностью подходить к конкретным вопросам, в том числе к запискам и рекомендациям. Во-вторых, вклад Юнситрал в рассмотрение этих двух вопросов. Мы должны выявить вопросы должной осмотрительности, должного процесса до того, как будут выработаны новые методы урегулирования споров. мы должны понять, каким образом будут проходить слушания, каким образом свидетели могут быть опрошены, какова будет конфиденциальность. Это очень важно и это вопрос нашего подхода к гармонизации этой работы. и Юнситрал может подготовить предложение по поводу того, каким образом обеспечить следование необходимым процессом. в этой связи я благодарю уважаемого представителя Мексики. Хотел бы отметить в том, что касается сказанного им процесса. Это вопрос, который был определен в рабочем документе, а также этот вопрос поднимали докладчики и эксперты. Этот вопрос очень важен. я также говорил о том, что мы не должны забывать об одном важном аспекте арбитража. Мы должны обеспечивать справедливость, обеспечивать урегулирование споров справедливым образом. И я бы хотел добавить в этой связи, как об этом говорилось в процессе оценки. записки и рекомендации готовятся не только в начале процесса, они могут изменяться со временем. Как об этом говорил секретарь Юн Ситрау, необходимо использовать таксономический подход, подготовить перечень вопросов и понять, каким образом мы можем обеспечить дальнейшую работу. Следующий оратор Республика Корея после этого Канада. Благодарю вас, председатель, поскольку я впервые беру слово, хотел бы выразить свою признательность секретарю и секретариату за координацию коллоквиума на этой неделе, в ходе которого мы получили обширную информацию по различным вопросам. Выражаю свою признательность докладчикам, которые поделились своим опытом в этих вопросах. Диджитализация урегулирования споров идет, и она началась даже до пандемии. Пандемия же привела к быстрому прогрессу в этом вопросе. в понедельник и во вторник мы выслушали замечательные презентации, связанные с опытом урегулирования споров в цифровой экономике в различных странах. Однако преждевременно говорить о полноценном правовом инструменте, поскольку опыт недостаточный опыт был накоплен в этом вопросе, поэтому процесс оценки является очень полезным. Он позволит выявить основные элементы, которые будут подняты в возможном инструменте. Для того, чтобы наша работа была эффективной, на мой взгляд, необходимо сузить охват по нашему мнению. Возможный правовой инструмент должен минимизировать негативные последствия в вопросах цифрового разрыва, справедливости, информации и процессов. Благодарю вас. спасибо, уважаемая делегация Кореи и Канада. Доброе утро, коллеги. Благодарю всех предыдущих ораторов, благодарю модераторов, которые резюмировали обсуждения, которые состоялись на этой неделе. Канада поддерживает продолжение оценки, продолжение токсономической работы. Мы считаем, что это позволит рабочей группе следить за последними событиями, а также задумываться о нашей работе в будущем. Если у нас для этого есть время, прошу секретариат разъяснить разницу между оценкой и таксономией. Это позволит нам получать информацию и задуматься о том, как будет строиться наша работа в будущем. Благодарю вас, Канада. Хотел бы сказать несколько слов об этом, поскольку я сам неоднократно использовал слово таксономия. Мне кажется, что таксономическая работа будет входить в оценку. Это позволит нам систематизировать информацию, понять, к какому аспекту относится та или иная информация. Так я понимаю это, и я именно в таком контексте использовал это слово. Слово имеет секретарь. Председатель Соединенные Штаты просят взять слово, поэтому давайте предоставим слово этой делегации. И на платформе мы видим, что человек, имя которого не указано просит взять слово, мы не можем вам предоставить слово, пока вы не сообщите нам свое имя. слово имеет делегация Соединенных Штатов, после этого секретарь. Благодарю вас, председатель, и спасибо еще раз, уважаемый секретарь, эксперты, докладчики, которые выступили по этим двум темам, как и другие делегации. Мы рады, что оценка продолжится. Мы считаем, что это позволит нам предметно рассмотреть эти вопросы. Я хотела присоединиться к вопросу Канады для того, чтобы узнать, в чем разница между оценкой и таксономией. Но мне кажется, что если таксономическая работа позволит нам понять проблему, это очень полезный подход. Что касается оценки, я бы хотела сказать, что в ходе обсуждений мы уже говорили о том, что нам необходимо помнить об отношениях между судами и арбитражом и цифровым пространством, как мы об этом говорили. Надеемся, что это будет включено в существующие категории, которые были выявлены в ходе оценки. хотела бы задать вопрос и я рада тому, что секретарят выступит после меня. Если я правильно поняла предложение председателя или, возможно, я его не поняла, вы хотите в рамках оценки практики добавить DRD или же вы хотите провести отдельную оценку. Полезно было бы проделать такую работу в пространстве ODR, поскольку мы слышали о том, какая работа ведется в этих вопросах и записки, которые были подготовлены Юнситрал, каким образом они влияют на этот процесс, в чем их польза. Хотела бы задать такой вопрос. Прошу вас прояснить, какие аспекты будут включены или не будут включены в эту работу. Спасибо. Секретарь, вам слово. Благодарю вас, председатель, и благодарю уважаемые делегации Мексики, Канады и Соединенных Штатов за заданные вопросы, на которые я бы хотела сейчас ответить, рассказать о нашем мнении. Во-первых, комментарии Мексики. Мы действительно не хотим излишне увлекаться технологиями, не начинать регулирование технологических вопросов в контексте урегулирования споров. Мы скорее, как об этом говорила Лиза, хотим быть хранителями галактики, хотим следить за процессом арбитража и урегулирования споров для того, чтобы технологии не влияли на сложившиеся процессы, которые лежат в основе урегулирования споров. Это очевидно для секретариата и спасибо за то, что вы подняли этот вопрос. Второй вопрос связан с экономии. Я использую это для того, чтобы указать на то, что нам нужна определенная методология при работе по подведению итогов, поскольку, как мы убедились, в первый день у нас было 25 разных выступлений по элементам, которые актуальны для подведения итогов, и действительно мы могли бы намного больше получить, поэтому для нас нужно упорядочить и это определенную методологию сюда ввести и идея того, чтобы состыковать это с тем подходом, который мы придерживались при подытоживании технологической эволюции и как бы воздействии возможного срыва хода международной торговли, для нас стало хорошим подходом к этому, чтобы мы снова как бы не ушли в сторону, нас не увела технология, а чтобы мы тринаправленно уделяли внимание урегулированию споров, что технология может привнести в урегулирование споров и каким образом технология начинает предлагать что-то для урегулирования споров. Таким образом, подхожу ко второму тезису, о чем говорила уважаемые представители США. Да, действительно, у нас два проекта, которые идут, осуществляются, в которых участвует секретариат. Первое, это проект ДРД, как так называемый регулирование споров в условиях цифровой экономики предложенной Японии. Япония вносит вклад в этом плане в работу секретариата. И у нас еще давнее сотрудничество с Айдлиб, которое было выдвинуто департаментом юстиции, министерством юстиции Гонконга. то есть мы действительно намерены доложить рабочей группе и комиссии о том, как продвигаются эти два проекта в всеобъемлюще, всецело. Мы не будем изучать какую-то ту или другую сторону отдельно, поскольку мы видели эволюцию в регулировании споров онлайн. вот эту вот систему высказывания как бы недовольства платформ через платформы онлайн. Это был первоначальный проект, который привел к появлению записок подготовленных секретариатом технических записок. Уже определенное время прошло. И затем сдвиг технический в платформах, которые предоставляют эти услуги по регулированию споров в режиме онлайн. И мы доложим рабочей группе и комиссии по обоим этим проектам отчитаемся под зонтиком урегулирования споров в условиях цифровой экономики. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемая госпожа секретарь, я не вижу больше желающих взять слово среди сидящих в зале, а также среди виртуальных участников с учетом вашего последнего выступления и с учетом того вопроса, который был задан, мы можем действительно продвинуться вперед. Как мне представляется, у нас достаточно информации, обсуждение было очень полезно, с тем, чтобы сформулировать руководящие указания и добиться понимания по этим двум проектам. Итак, как мне представляется, теперь мы можем перейти к следующему обсуждению. Наше следующее обсуждение касается двух других тем, которые обсуждались на неделе. адъюдикация и проекты положения об урегулировании споров, связанных с технологиями. Прежде чем я предоставлю слово желающим, хотелось бы очень кратко сказать, хотелось бы напомнить рабочей группе, что мы не принимаем решений по будущей работе, но наша задача представить наше мнение, чтобы комиссия смогла рассмотреть вопрос о будущей работе. И, конечно же, это совсем другая работа. Важно, чтобы мы действительно представили свое мнение и то, как мы видим будущую работу, особенно в том, что касается этих двух вопросов. И второе, что мне хотелось обозначить, конечно же, нужно уделять должное внимание тому, какого рода проделывается, как правило, юнситралом, и поскольку речь идет о некотором мозговом тресте, круглом столе, мы также могли бы задуматься несколько нестандартно подойти к этому вопросу. И поэтому я попросил делегатов высказать их мнение в том, что касается широкого мнения об этих двух темах и будущем нашей работы. Сейчас мне хотелось бы предоставить слово желающим высказаться по этим двум темам, как это вписывается в будущую работу нашей рабочей группы. Я не вижу кого-то. Сейчас я вижу. Вижу запрос от Израиля Колумбии и CCPAT. Я так понимаю, что это Китай. Давайте начнем с Израиля и потом я предоставлю слово Колумбии, CCPAT и Испании. В этом порядке. Израиль, вам слово. Спасибо, председатель. Нам тоже хотелось бы поблагодарить за всю эту неделю. очень продуктивный Колумбия был проведен. Хотя, может быть, и лучше обеспечить очное присутствие, но нам все-таки удалось провести полезное обсуждение с нашей точки зрения. Буквально вчера хотелось напомнить о том, что как минимум в том, что касается заключительных презентаций, мы заслушали сообщения об очень хороших примерах, почему для приурегулирования споров, связанных с технологиями, важно подходить к этому как бы уникальным образом. Что касается будущего и того, как вторая рабочая группа могла бы заняться вопросами как адъюдикации, так и положений, связанных с технологиями, хотя до этого колоквия они представлялись как отдельные вопросы, но выслушав обсуждение и выслушав разные точки зрения, мы теперь считаем, что возможно эти вопросы можно было бы размотреть как один с определенными различиями, но мы не уверены, что нам нужно выбирать тот или другой для работы рабочей группы, однако мы считаем, что применительно к обоим вопросам важно, чтобы рабочая группа их обсудила и чтобы рабочая группа высказалась по тому, что мы воспринимаем как разрыв между тем, как у эксперта, которые готовят положение даже швейцарское предложение тут есть определенная лакона между тем, что думают делегаты в рабочей группе и тем, что в настоящий момент является проектом представленным, поскольку практически два положения проекта это швейцарское предложение и также проекты предложений или правил. возвращаясь к тому, о чем говорил вчера уважаемый представитель США и наше принятие предложений, которые она выдвинула, мы поддерживаем в качестве дальнейшей работы председатель то, что вы сказали, нужно думать нестандартно, какую идею мы предлагаем, чтобы наша рабочая группа вместе с экспертами и вместе с секретариатом провела работу и обсудила, как точно все это будет построено, мы можем обсудить это также в комиссии, как это сделать, чтобы мы работали над тем, что можно назвать решениями не под запись, скажем так, для тех, кто участвует в этих спорах, связанных с технологиями, для того, чтобы очень быстро организовать этот процесс, как, например, адъюдикация, как нам представляется, с большим преимуществом это сопряжено, то есть, сторонам не нужно обсуждать, как разрабатывать положение, например, конфиденциальности и так далее, не нужно обсуждать, как работать с доказательствами, нужно будет обсудить сроки или как будет организовано эти слушания, поскольку у них уже есть, как бы, готовые решения, и они смогут взять это уже с полки готовые решения, и нужно, наверное, задуматься над двумя целями, которых мы могли бы добиться. С одной стороны, мы должны подчеркивать, что речь идет о положениях, которые вытекают из потребностей технологической промышленности, и это направлено как раз на то, чтобы удовлетворить эти требования, а также потребность в адъюдикации, и это важно с нашей точки зрения, поскольку это позволило бы снять те обеспокоенности, о которых мы слышали вчера, от компаний, связанных с технологиями, и даже от тех, кто в курсе только того, как идет внутренняя адъюдикация, но также была высказана обеспокоенность, что нынешние механизмы непригодны или плохо соответствуют их потребностям, то есть, как нам представляется, есть действительно очень большое преимущество, подчеркнуть это, это одна из целей. Вторая цель, которая, как мы считаем, тоже очень важна, если рабочая группа работает над этим, как нам представляется, может быть, в ходе двух или трех сессий, это будет целесообразно, то это принесет очень большую пользу положением как по регулированию споросвязанных технологий, так и по адъюдикации, действительно будет очень полезен опыт делегатов рабочей группы, а также дальнейшее принятие этого международным арбитражным сообществом. Если мы пойдем по этому пути, то, по крайней мере, мы не помним, чтобы Янситрал раньше так поступал, то есть, это будут не отдельные какие-то правила, это будут уже готовые решения, например, не одно какое-то правило под одно положение, а будет шесть-семь таких типовых положений, можно их целиком, или можно один, два, или три из них выбрать, и они просто будут добавлены к вашему стандартному положению по регулированию споров. Это может быть таким новаторским решением, и можно даже, допустим, можно какой-то веб-сайт раскрыть, человек сможет выйти на какой-то веб-сайт, взять оттуда положение и инкорпорировать их, может быть, даже автоматически, таким образом, будет это самое нестандартное мышление, скажем, обеспечено. Мы могли бы вот это предложить в качестве последующей работы, у нас нет каких-то конкретных предложений о том, когда это нужно сделать, то есть, если это не в сентябре, то все равно нужно будет еще проделать определенную работу, это понятно. Хотели бы указать на то, что, как минимум наше впечатление такое, что состав экспертов, которые работают над этими проектами и положениями по спорам, связанным с технологиями, представляли практически все континенты, практически каждую правовую систему, может быть, нужно это еще действительно улучшить, но хотели бы уже поблагодарить секретариат за огромную работу, проделанную, за очень большие усилия, которые были приложены в рамках этого проекта, и первоначальные идеи Израиля вместе с Японией были учтены, понятно, что мы не считаем, мы не воспринимаем это как данность, очень признательны за усилия всем экспертам во всем мире, которые вызвали сделать это, благодарим экспертам, которые смогли участвовать. Итак, в конечном итоге, что мы планируем, что к 2024 году, надеемся, у нас будет очень новаторский продукт, очень полезный продукт для всех, кто захочет, кто столкнется со спорами, которые этого потребуют, и дополнительно здесь польза, вы можете назвать это символической или рыночной, но по-кришнему важно, что это отвечает потребностям технологической отрасли, а также потребностям тех проектов, где нужно очень быстро организовать адъюдикацию. Спасибо. Спасибо большое уважаемому представителю Израиля. У меня к вам один вопрос, и затем я предоставлю слово Колумбии, CCP, Испании, Франции, я вижу тоже Финляндия, просят слова, хотя в Финляндии у меня не в списке. Вопрос к уважаемому представителю Израиля. Если я правильно понял, вы упомянули, что речь идет о том, что можно было бы сделать в рамках существующих правил, если я правильно понял, то есть нужно использовать существующие правила, модальности или какие-то положения, например, ускоренные правила арбитражного разбирательства. это было частью того, что вы предлагаете, если я верно понял. Или это что-то отдельное в вашем понимании? Спасибо. Председатель, мы можем рассмотреть варианты, но мы, конечно же, воспринимаем это как то, что могло бы функционировать с существующими правилами. Мы недавно внесли поправки в правила. Можно сказать, что первоначально это функционирует то, что работает наряду с правилами ускоренного арбитража. Мы от экспертов услышали, что эти правила полезны, но их недостаточно, чтобы отреагировать на потребности споров, связанных с технологиями и о дедикации. То есть, конечно же, это сосуществует в нашем понимании. И в дополнение к обоим этим сводам правил типовые положения можно было бы инкорпорировать, как и все другое, если эти типовые положения меняются, если они как-то сказываются на существующих правилах, так и произойдет. Но мы, конечно же, видим это как сосуществующее. То есть, не то, что нужно какие-то вносить изменения в арбитражные правила или какие-то отдельные правила создавать по этим спорам, связанным с технологиями, мы видим преимущество в типовых положениях, но если стороны хотят как пакет, скажем, какой-то этот типовой, который мы предлагаем, может быть, это будет проще сделать, но мы не видим никаких проблем, мы видим пользу, даже если стороны просто скажут, хорошо, мы, скажем, берем на вооружение типовые положения по доказательству или по экспертизе, то есть, можно это как пакет целый или что-то по выбору можно из него взять. Мы же сказали, вот можно с полки просто взять, можно с вешалки снять один костюм, а можно весь шкаф сразу с собой взять, весь гардероб. Не знаю, насколько это сравнение подходит. Ясно, то есть, это зависит, конечно же, от шкафа, от гардероба. Ну, мысль понятна, спасибо. Колумбия, CCTAP, спасибо. У нас довольно длинный список, там еще Испания, Франция. Сейчас Колумбия, пожалуйста, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Это первое выступление Колумбии, поэтому хотелось бы поблагодарить секретариат за прекрасную работу, за возможность выступить. Мне хотелось бы сказать, что фактом в Колумбии является то, что сейчас мы вносим изменения в наш закон оба дедикации, как в национальном, так и в международном плане. И мы намереваемся поощрять международную дедикацию за счет принятия стандартов, в частности, правил Юнситрала по арбитражу, чтобы мы обеспечили правовую защищенность, особенно в том, что касается урегулирования споров в сфере цифровой экономики. Как вам известно, целый ряд проблем. Тут один из аспектов для Колумбии, который, может быть, является областью, в которой наибольшие проблемы – это определение, это добровольное соглашение в цифровую эпоху использования этих инструментов для урегулирования споров в цифровой экономике в качестве решения этих вопросов, которые довольно быстро возникли в результате пандемии. Колумбия хотела бы ряд предложений внести для посредничества в цифровой сфере. Делегат Израиля говорил об этом в том, что касается использования положений. Хотели бы попросить вас рассмотреть возможность положения о посредничестве в цифровой сфере, которая будет включена в договоры в цифровой сфере, в частности, когда одна из сторон, когда ряд пользователей услугами имеется, тогда это положение должно быть включено в договор, и это положение должно быть включено в случае посредничества, с которым соглашаются стороны, что не обязательно они должны присутствовать на этом посредничестве, но они должны воспользоваться всеми технологическими инструментами, которые имеются в их распоряжении. все делегаты, присутствующие здесь, в курсе этого. Они могли бы использовать как национальные, так и международные схемы о дедикации, потому что используют информационные технологии, и это принципиально важно для урегулирования споров. Ряд аспектов есть, по которым требуется дифференцированный подход, мы должны обучить пользователей, которые работают в этой сфере посредничества и урегулирования споров. Об этом говорил представитель Мексики, мы не должны каких-то умозрительных заключений строить на будущее касательно того, как будет эволюционировать технология, но мы должны сами адаптироваться к этим изменениям и постараться выяснить, как мы можем использовать технологические инструменты для урегулирования споров с тем, чтобы мы могли гарантировать должное разбирательство и правовую защищенность пользователям. Это одно из основных предложений, которые Колумбия хотела бы внести в том, что касается урегулирования споров в сфере цифровой экономики. Большое спасибо. Благодарю уважаемого представителя Колумбии за этот очень ценный вклад и предложение. Мы должным образом это приняли к сведению. Теперь предоставляю слово CCPIT. Уважаемый председатель, я благодарю секретаря за неустанную работу на этой неделе. Благодарю за очень тщательно продуманные мнения, которые были представлены экспертами. Мне хотелось бы сформулировать свои замечания и комментарии по адъюдикации и по другим вопросам, которые обсуждались в течение этой недели. Например, адъюдикация обладает своими собственными преимуществами, о чем говорили эксперты Филиппинов, Канады и Соединенного Королевства. В этих странах, в этих юрисдикциях адъюдикация действует обширно, применяется поскольку это быстро, это соответствует потребностям предприятия. Однако, из-за того, что по-разному это применяется в других юрисдикциях, адъюдикация не применяется столь обширно в других странах. Так что, есть ли необходимость или нет формулировать правила по применению адъюдикации? Ну что же, если нужно ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть преимущества за и против аспекта адъюдикации, а также других видов арбитража, например, ускоренный арбитраж или срочный арбитраж, ускоренная процедура арбитражного разбирательства. Во многих случаях арбитража, как, например, в Пекинской комиссии по арбитражу сроки для завершения рассмотрения арбитражного дела 45 дней, это очень быстрые сроки. Так что, нужно ли разрабатывать с нуля какие-то новые правила по адъюдикации? Это вопрос. Если мы используем адъюдикацию, скажем, в строительной сфере и хотим применить адъюдикацию во всем мире, значит, нужно понять за и против преимущества и нужно провести технику экономической обоснования, то есть, как бы, исследование об осуществимости адъюдикации. Нужно ли разработать правила в рамках существующих правил? Это может осуществляться или нужно отдельные правила с нуля разрабатывать? Нужно ли как бы заложить эти правила адъюдикации в существующие рамки? Их нужно ввести или нужно отдельный свод правил создавать? Итак, что касается урегулирования споров, надеемся, что нам удастся урегулировать споры в течение 60 дней. Эксперты могут играть роль, но трудно определить четкую роль экспертов и их докладов. Эксперты зачастую играют важную роль в урегулировании споров. Будь то нужно ли прописать роль экспертов, нужно ли, чтобы это нашло свое отражение в правилах или это еще какой-то отдельный свод правил, нужно понять правовую подоплеку, нужно понять полезность всего этого, так что сначала нужно дать ответы на все эти вопросы, а потом мы уже сможем сделать следующий шаг вперед и обсудить, как разрабатывать эти правила, то есть нужно уже будет изучить осуществимость, необходимость и вообще какова правовая польза от этого. Что касается урегулирования споров в режиме онлайн, оперативно, арбитраж, адъюдикация, вот таковы мои замечания по этим вопросам. конечно же, что касается адъюдикации, я отношусь доброжелательно к адъюдикации, приветствую это, но все-таки нужно разработать правила по адъюдикации, как состыковать правила адъюдикации с существующими правилами. Вот на этот вопрос мы должны, этот вопрос мы должны обсудить. Спасибо, председатели, и спасибо всем вам за то, что вы выслушали мою точку зрения. Спасибо. Большое спасибо за это выступление. Хотелось бы отметить, что у меня длинный список, 9 запросов еще, любезная просьба к уважаемым делегатам. Пожалуйста, сосредоточьтесь на последующей работе по этим двум темам, которые мы обсуждаем, и которые обсуждались в течение недели. Испания, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, господин председатель. Очень кратко. Я ограничусь двумя вопросами, которые вы нам задали. Я благодарю секретариат за колоссальную работу, которую секретариат проделал на этой неделе. Конечно же, непросто и даже вообще неверно как бы выпирать из этих двух вопросов. И представитель Израиля уже говорил об этом для нас. вопрос о срочном решении третьей стороны. Особенно интересен. Есть практическая в этом польза. Пока что в настоящий момент нет решения, которое способствует обеспечить унификацию. То есть, нужно вот эта вот идея о том, что нужно сочетать решения, которые отвечают различным правовым системам. важно дать конкретные ответы, которые будут даны при рассмотрении этого вопроса и каким отраслям это может применяться. Хотелось бы подчеркнуть, что все это приводит к тому, что мы думаем о том, что над этим вопросом нужно задуматься в дальнейшем, не предрешая, в какую форму должна принять эта работа, будет ли это инструмент какой-то, или в какой-то другой форме это примет. То есть, мы оставляем дверь открытой для всех этих возможностей. Я благодарю уважаемых представителей Испании. Очень кратко хотелось бы сказать, что он вполне справедливо указывает на целый ряд вопросов, которые нужно рассмотреть при обсуждении будущей работы действительно осуществимость правила унифицирования. То есть, вы справедливо подметили, что есть действительно ряд вопросов, которые в любом случае важно рассмотреть. Спасибо, что вы выступили кратко и по существу, уважаемый делегат. Швейцария. Спасибо, председатель. Обсуждение, которое мы провели вчера, было очень полезно, поскольку четко было указано на потребности, которые существуют у различных отраслей, в частности, у технологической промышленности, и какие ожидания у них применительно к нам, чего ожидают от нас. То есть, у одной отрасли одни ожидания, у другой, например, у технологической отрасли, есть определенные потребности, которые в большую мере, хотя и в другом виде, перекликаются с тем, что мы описали как источник для адъюдикации. В частности, мы так понимаем, насколько ясно, насколько острая эта потребность в быстром вынесении решений, не только в быстром вынесении решений, но и также с помощью упрощенной процедуры. И вот это вынесение решений третьими сторонами, или адъюдикацией, как это называют, именно это и позволяет она обеспечить. То есть, довольно быстро с помощью упрощенной процедуры, таким образом, это как бы страховка такая при арбитраже. И каждый раз, когда используется адъюдикация, то есть, то решение, которым приходят с помощью этой быстрой процедуры, отвечает в большой мере потребностям, то есть, до 90%, например, один пользователь получил решение, которое было вынесено адъюдикатором, таким образом, он не будет возвращаться, как бы, и заново эту процедуру запускать. Поэтому полностью поддерживаем идею, выдвинутую уважаемым представителем Израиля, о том, что вот эти две системы, или эти два подхода во многом, как бы, сопрягаются, и рассмотрение этих двух предложений должно вестись в совокупности. Что нуждается еще в дальнейшем рассмотрении? Это то, каким образом комиссия должна заняться этим вопросом, и затем рабочая группа, и в чем, собственно, цель нашей работы. Мы слышали, что адъюдикация хорошо срабатывает в некоторых странах, однако сейчас она ограничена лишь внутренними ситуациями ввиду законодательно-правовой базы, поэтому мы рекомендуем комиссии попросить рабочую группу рассмотреть применение аджудикации на международном уровне, в то же самое время обеспокоенность, которая прозвучала по поводу проекта правил, по поводу записки по спорам технологическим, комиссия должна принять в качестве рекомендации правила предложения и вопрос в том, где это будет сделано, в правилах, протоколах или в какой-то другой форме, поэтому в заключении наша делегация всецело поддерживает предложение уважаемой делегации Израиля рассмотреть оба предложения вместе. Благодарю вас. Спасибо. Франция. Благодарю вас, председатель. Я бы хотел задать несколько иной вопрос по поводу методов работы, поскольку сейчас наше заседание имеет особенный характер и оно фактически является гибридным, поскольку ряд участников находится не в зале и это гибридное заседание и потому, что проводится коллоквиум, но в рамках рабочей группы. Какие правила здесь применимы, поскольку нам это не просто понять? Этот вопрос я хочу задать вам, председатель и секретариату. в ходе пленарного заседания каковы будут результаты и в какой форме будут представлены результаты этой сессии? Это будет доклад секретариата, это будет доклад рабочей группы. Вот вопрос, который я бы хотел вам задать. безусловно, очень полезно было бы обеспечить четкое понимание для того, чтобы мы смогли прокомментировать этот вопрос в ходе пленарного заседания. Я не знаю, говорит председатель. Сейчас я предоставлю слово уважаемому секретарю. Благодарю вас, председатель. Очень кратко, как мы уже говорили в начале этого гибридного в двух смыслах заседания мы подготовим доклад секретариата. И доклад секретариата будет представлен комиссией. И комиссия обсудит его, как это было сделано и с итогами других коллоквиумов для того, чтобы принять решение по поводу того, что будет делать рабочая группа и над чем будет работать Юнситрал. Хотел бы добавить, что материалы для презентации были подготовлены. и они будут предоставлены на веб-сайте. Мы также попросили аудио и видеозаписи загрузить на веб-сайт. Поэтому мы предоставим видеозаписи желающим, поскольку какие-то члены комиссии могли не участвовать в коллоквиуме, и мы предоставим им записи видео и аудио. благодарю вас. Я надеюсь, что это прозвучало, что вы услышали ответ на свой вопрос. Будет обсуждаться на пленарном заседании доклад секретариата, который будет отражать наши дискуссии, но это не доклад рабочей группы, поэтому никакие доклады не должны быть приняты в ходе этого коллоквиума. Сингапур. Благодарю вас, председатель. Что касается урегулирования споров с использованием технологий, считаем, что следует изучить положение, которое обеспечит быстрое урегулирование технологических споров, в особенности с учетом центральной роли, которую технологии играют в выработке таких споров, если мы посмотрим на какие-то новые решения. Считаем, что полезно для пользователей будет четко указать, как эти положения будут взаимодействовать с правилами арбитража ЮНСИТРАЛ или с ускоренными правилами арбитража. В особенности это будет полезно для тех, кто не так хорошо знаком с арбитражем. Считаем, что следует уделить внимание положениям о конфиденциальности. Что касается графиков, как мы об этом уже говорили, учитывая различный характер споров, которые могут возникнуть, не следует быть излишне предписательными, следует проявлять гибкость с точки зрения времени и дизайна. Следует учитывать различные контексты использования технологий. Считаем, что график можно обсудить в ходе конференции по управлению. Мы открыты продолжению обсуждения аджудикации, хотя сейчас опыт Сингапура связан с внутренними делами. Нам необходимо будет изучить международное применение этого вопроса. И если рабочая группа будет рассматривать этот вопрос, мы предполагаем, что возникнут вопросы гармонизации в связи с международными аспектами. В ходе обсуждений прозвучало, что аджудикация может применяться к другим типам коммерческих споров. У нас нет твердого мнения по этому вопросу, но хотели бы понять сферу применения, как об этом говорилось здесь, в том числе споры, связанные с технологиями, согласно с делегацией Швейцарии и Израиля по поводу того, что это можно связать с положениями, связанными с технологиями. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемая делегация Сингапура, Финляндия. Следующий оратор в списке. Благодарю вас, председатель. Я согласен с предложением. Аджудикация хорошо работает в тех странах, в которых она применяется. Мне кажется, что необходимо подготовить положение по поводу международных споров. могут возникнуть определенные проблемы. И с самого начала я считал, что это хорошая идея. Я выслушал прошедшие у нас обсуждения и считаю, что следует их поддержать. Но я согласен с делегациями, которые говорят о том, что параллельно мы можем рассматривать споры, связанные с технологиями. Это хорошая идея. Необходимо в дальнейшем доработать этот вопрос по спорам, связанным с технологиями. Однако, как об этом говорили многие выступавшие, не обязательно обновлять правила арбитража или правила ускоренного арбитража. Мы можем рассматривать эти вопросы вместе. Поэтому я присоединяюсь ко всем аргументам, которые прозвучали, в том числе от делегации Швейцарии. Благодарю вас. Спасибо, Соединенные Штаты. Спасибо, председатель, по этой теме. Хочу сказать, что, как уважаемая делегация Израиля отметила, мы вчера предложили рассматривать аджудикацию и вопросы, которые связаны с технологическими спорами комплексным образом, вместе, поскольку мы считаем, что абстрагирование от этих двух примеров позволит нам найти путь вперед. И мы согласны с предложением уважаемой делегации Израиля и Швейцарии по поводу того, чтобы мы рассматривали эти два процесса вместе. Мы открыты двум моментам. Во-первых, улучшение существующих правил, не меняя их, поскольку мы это видим, это станет тенденцией в дальнейшем. Мы знаем, что правила Юнси Трау важны и мы можем сделать эти правила еще более привлекательными для новых пользователей. И это можно применять. Я знаю, что мы не говорим о предварительных правилах, но это еще один пример того, о чем нам следует задуматься. Это позволит прояснить трибунал. Считаем, что когда дело доходит до арбитража или до того, как это происходит. Если мы хотим принять решение для того, чтобы продолжить транзакцию или бизнес отношения, это важно для рассмотрения в будущем в комиссии. Я бы хотела сказать, что я не думаю, что мы хотим избрать какую-то конкретную форму, мы не хотим выбирать форму разрушителя, если вы позволите мне процитировать американский фильм. Мы должны заняться вопросами существа. мы должны прояснить положение. Положение по поводу споров, связанных с технологиями полезно, но если мы будем обсуждать их, возникнет ряд вопросов, которые могли бы вызвать обеспокоенность. поэтому мы должны проявлять гибкость. Считаем, что следует рассматривать эти проекты вместе. Благодарю вас, уважаемая делегация Соединенных Штатов, Аргентина, Япония, Филиппины и Канада. Делегация Аргентины, Прошу вас прокомментировать дальнейшую работу. Аргентина, вам слово. Спасибо, председатель, за предоставленное мне слово. Это мое первое выступление сегодня, поэтому доброе утро, добрый день, добрый вечер, уважаемые члены второй рабочей группы. Благодарю секретариат за организацию этого коллоквиума и благодарю докладчиков за замечательные презентации, которые мы с интересом выслушали в течение недели. Что касается конкретного вопроса о том, что делать с двумя этими проектами, которые нам представлены, проект положений по урегулированию споров, связанных с технологиями и ускоренный арбитраж. Что касается первого проекта, моя делегация не считает, что необходимо выработать новые правила, которые будут применимы конкретно к спорам, связанным с технологиями. Мы понимаем, что существующие правила арбитража Юнситрал в особенности ускоренного арбитража более чем достаточны для эффективного урегулирования споров, связанных с технологиями. Что касается второго проекта, в рабочем документе мы видели и слышали различные предложения по поводу того, что этот институт регулируется в каких-то странах, но не регулируется в других. И это же касается моей страны. и подобные разные отношения означают, что мы не сможем определить правовые рамки для урегулирования. И в этой связи разные отношения в разных правовых системах усложнит выработку гармонизированного постановления по этому вопросу. Нам необходимо рассмотреть создание гармонизированных правовых рамок в рабочей группе. И эти правовые рамки могут выходить за рамки сектора, информацию о котором приводили разные страны. Благодарю вас. Слово имеет Япония. Благодарю вас, председатель. Хотел бы указать на вопрос, который необходимо урегулировать. Вопрос определения или применения важен. Он определит то, как будет выстраиваться работа. Мы все больше обсуждаем работу и пытаемся выработать урегулирование споров с использованием знаний экспертов, скорости и конфиденциальности. Это заставляет нас задуматься о том, что положения важны для споров. Хотел бы напомнить о том, что когда мы начали эту работу, мы исходили из того, что необходимо учитывать интересы в использовании быстрого урегулирования споров. Мы готовы проявить гибкость, использовать гибкий подход, и считаем, что следует ответить на вопрос, который связан с временными рамками. я надеюсь, что это позволит определить путь вперед. Благодарю вас. Спасибо, уважаемый представитель Японии. Далее Филиппины и Канада. Благодарю вас, председатель, поскольку мы выступаем впервые, благодарим секретариат за организацию интересных коллоквиумов для того, чтобы оценить дальнейшую работу. Мы благодарим всех экспертов, которые выступили с презентациями по разным вопросам на этой неделе. Если вы мне позволите вернуться к вопросам согласно с делегациями по поводу того, что следует помнить о принципах справедливости и должных процессов, которыми не следует жертвовать, несмотря на преимущества использования технологий. Что касается других вопросов, мы согласны с тем, что следует проводить эти информированные обсуждения и обмен информацией по разным вопросам для того, чтобы оценить комплексным образом в рамках дальнейшей работы, будущую работу рабочей группы, понять, необходимо ли создать новые правила по посредничеству или международного использования аджудикации, а также по поводу ускоренного в арбитраже. Благодарю вас. Спасибо, уважаемая делегация Филиппин. Последний оратор в моем списке Канада. Спасибо, председатель. Интерес Канады к аджудикации был ясен всю неделю, поэтому мы поддерживаем рассмотрение кросс-граничных систем, а также использование аджудикации в других вопросах. Мы слышали хорошие примеры. Я бы хотела сказать несколько слов о технологических спорах. Мы согласны с предложением Израиля по поводу того, что эти темы следует рассматривать одновременно. Мы отмечаем, что некоторые вопросы по технологическим спорам скорее попадают под рекомендации, а другие наоборот. Поэтому мы хотим не вносить поправки в правила, но улучшить их. Делегации США говорили уже об этом, о том, что мы должны уделять внимание вопросам существа. Благодарю вас. Спасибо, уважаемая делегация Канады. У нас есть еще один оратор, и мы завершим обсуждение. Республика Корея. Спасибо, председатель. Два короткие комментарии по поводу аджудикации. Хотели бы поддержать мнение и вопросы делегации Китая по поводу определения отдельных правил для аджудикации. Что касается споров, связанных с технологиями, проект положений крайне полезен для проведения наших обсуждений. необходимо, однако, проявлять осторожность в выявлении отдельных правил для споров, связанных с технологиями. В этой связи хотели бы поддержать делегацию США в обсуждении прежде всего вопросов существа. Благодарю вас. спасибо, уважаемая делегация Кореи. Мы подходим к концу нашего заседания, и, как я уже говорил, я вижу, что делегация Китая просит взять слово. Если больше никто не просит взять слово, я завершу обсуждение после того, как выступит делегация Китая. Это последнее выступление. Китай. Благодарю вас, председатель. Я бы хотел прояснить, что в коллоквиуме участвовали представители правительства Китая и наблюдатели. и мнение наблюдателя не являются мнением делегации правительства Китая. Что касается аджудикации, поддерживаем продолжение обсуждения этого вопроса. Что же касается правовых инструментов, которые должны быть выработаны, у нас еще нет позиции. но опять же хотела повторить, что позиция наблюдателя Китая не является позицией официальной делегации Китая. Благодарю вас. Спасибо, уважаемая делегация Китая, за разъяснение. на этом мы можем завершить обсуждение. Я благодарю делегации за их комментарии, за их предложения. У нас состоялись интересные обсуждения и у нас достаточно материала, который будет отражен в докладе, который секретариат подготовит для комиссии. Хотел бы отметить два момента, прежде чем мы завершим нашу работу, в отношении того, что я слышал. Мы слышали, что различные делегации поддержали дальнейшее рассмотрение обеих тем, возможно, вместе. Мы также слышали, что некоторые делегации говорили о вопросах, проблемах, связанных с этими двумя темами. Мы слышали об аджудикации, о гармонизации, переходе из рассмотрения внутренних дел к рассмотрению международных дел. На мой взгляд, полезно и интересно было бы провести исследование в отношении рассмотрения этих вопросов в будущем. Прозвучали мнения относительно проекта положений по техническим спорам. Звучали комментарии по поводу того, каким образом можно их подготовить, каковы трудности. Мы слышали, об этом говорил представитель Японии. Об охвате, об определениях хотел бы отметить, что я лично считаю крайне актуальным комментарий делегации Соединенных Штатов, когда она говорила о том, что в дальнейшем мы могли бы понять, каким образом применение текущих правил, в особенности ускоренных правил арбитража, каким образом мы можем расширить их, не внося в них поправки, не меняя их, для того, чтобы обеспечить более широкое применение правил. Я сам задумывался об этом, когда мы вчера обсуждали проекты положений, и представитель Японии говорил о том, каковы ключевые вопросы, которые в особенности важны в урегулировании технических споров с использованием технологий. Это интересный вопрос для рассмотрения. Мы подходим к концу нашего заседания, и я бы хотел завершить наше обсуждение, но прежде чем я это сделаю. Хотела бы сказать несколько слов. Как я уже говорил, открывая нашу сессию в понедельник, это 75-я сессия второй рабочей группы. Это важная веха. Эта сессия важна по многим причинам. Это последняя сессия Карин Монтеньери, которая работала со второй рабочей группой. Карин уходит на пенсию после 20 лет работы в Юнситрал. Карин, я прошу вас включить вашу камеру, и если вы мне позволите, я бы хотел сказать несколько слов вам в ходе этой сессии. Я прекрасно помню первый день, когда я участвовал в работе рабочей группы номер 2 Юнситрала много лет назад в Нью-Йорке, в очень похожем на сегодняшней зале, и мы приступили к ревизии правил Юнситрала 76 года по арбитражу. Я знаю, что я запутался, пытаюсь следить динамику работы рабочей группы, что такое консенсус, когда выступать, когда не выступать, что делать, что не делать, что важно, что нет. И я обратился к ряду делегатов, с которыми я уже был знаком, попросил их, обратился к ним за советом, и они все дали мне один ответ. Обратитесь к Карин. Вот именно к Карин я и обращался. Так что это для меня источник мудрости, она меня наставляла, это действительно стержень второй рабочей группы. Она мне сказала, что такое консенсус, и как важна эта работа, которую мы проделываем, работа Юнситрала. В течение всех этих лет она была компасом, который показывал путь нашей рабочей группе для того, чтобы справиться с различными задачами в ходе сессии. Она помогала нам прийти к равновесию, она досконально знала технические аспекты работы, а также обладала необходимыми дипломатическими навыками, и всегда направляла нас на тот путь, который позволял нам справиться и выполнить наш мандат. Карин, как никто другой, как мне представляется, понимает дух Юнситрала и нашей работы, в чем наша роль и как эту роль играть. Она поняла, что путь к достижению результатов также важен, как и сам результат. Никогда не повышая голоса, никогда не теряя самообладание, она всегда помогает нам обрести наилучший путь вперед. То, что по-латински называется ацелторитес, все мы отдаем должное ее мудрости, и в силу этой причины и многих других, она является воплощением наилучшего, чем является Юнситрал, глубокие технические знания, этика, высочайшие стандарты, самоотверженность в качестве давнего члена рабочей группы и председателя в прошлом году для меня была большой привилегией воуч убедиться во всех ее талантах и качествах, ее вклад в унификацию, приведение к единому знаменателю права международной торговли, невозможно переоценить, различные конвенции, руководство, практические записки, конвенции, инструменты, которые готовятся. Юнситрала, мы были подготовлены за эти последние 20 лет, просто во многом мы обязаны ей, нам сложно будет утратить возможность опираться на нее в дальнейшем. Но я уверен, что коллеги в секретариате постараются сохранить все эти качества, воплощением которых является Карин, и сделают так, чтобы эта рабочая группа играла особую роль в Юнситрале, и чтобы Юнситрал по-прежнему оставался стержнем международного права, права международной торговля. Карин, мы, конечно же, постараемся вам не докучать, но вы знаете, нам иногда к Ораклу нужно будет обращаться, и надеемся, и обещаем, что мы будем должны смотреть, пользоваться этой привилегией. Но прежде всего, Карин – это друг. Карин всегда очень мягко, всегда улыбалась теплу, даже в самые трудные минуты. Очень печально, что она уходит с работы, но мы понимаем, что пора вам приступить к новому этапу в вашей жизни, после того, как вы уделили столь много лет о работе Сентрала. Конечно же, мы желаем вам всяческих успехов и удачи, но прежде чем я завершу, с вашего позволения, хотелось бы несколько слов заимствовать у Паула Хируа, чилийского палета. И мне хотелось бы одну из од Неруды, в частности, процитировать. Это ода благодарности словам благодарности. С точки зрения Неруды эти слова означают коммуникация, наведение мостов, а также смысл самого этого слова. И это прекрасная возможность поблагодарить Карин и в то же время признать тот факт, что она является прекрасным коммуникатором, что она помогла наводить мосты и объединила всех нас. Единственная уступка, я не зачитаю это по-английски, как мне кажется. Но, наверное, все-таки это лучше, потому что я не хочу, чтобы переводчикам сейчас пришлось переводить стихотворение на английский, поэтому с позволения поэта все-таки я зачитаю английский вариант этой поэмы. Итак, Ода Благодарности Павла Неруда. Благодарю слово спасибо. Благодарю спасибо. Это слово растапливает металл. Это слово... Ведь мир такой опасный, пока из уст людей не начинает срываться слово спасибо. Оно так же сладко, как сахар, оно наполняет наши уста, будь то громким звуком или шепотом жизнь снова налаживается. Это яркость, это лужайка в лесу, это светлая поляна. Спасибо. Это то лекарство, которое спасает нас от горечи. Это то лекарство, которое спасает нас от черствости, и даже в джунглях чужаков Мерси, спасибо, все меняет. Спасибо тоже преодолевает границы от вулканов, от жары до леденящей мерзлоты, повсюду слово спасибо на всех языках мира, меняет ситуация. спасибо, благодарю слово, спасибо за то, что благодаря этому встает солнце, заходит солнце. Мы знаем, что это не заполняет все пространство, это всего лишь слово, но даже если вы потратите копейку на то, чтобы сказать спасибо, это вернется, обернется, забернется к вам с лихвой и многими рублями. А теперь официальные слова благодарности Карин. Мы начнем через 15 минут официальную церемонию, на самом-то деле через 7 минут, и я приглашаю вас всех на эту небольшую церемонию, а сейчас давайте все поаплодируем Карин. Спасибо. 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 На всех языках мира Карин благодарит. Большое спасибо и до скорой встречи. Увидимся через 5 минут. Таким образом закрываем заседание на этой неделе. Всем спасибо. 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 Продолжение следует...